Здравствуйте, дорогие братья и сестры. К нам на библейский портал Экзегет пришел вопрос. Что делает женщине после абортов, если нет возможности усыновить ребенка? Аборт страшный и очень тяжелый грех, и любой священник вам подтвердит, что иногда понимание тяжести и ужаса этого греха приходит через много лет или даже через несколько десятилетий к женщине и начинает мучить ее до такой степени, что она даже спать не может. Особенно если жизнь не состоялась семейная, с детьми плохо или их нету, потому что после аборта часто родить ребенка уже нельзя, или они в какой-то ссоре и живут отдельно, а семья, построенная на крови ребенка, не может быть благополучной по определению, и там всегда будет что-то или с мужем, или с детьми такое скорбное, почти всегда. Так вот, что делать? Во-первых, приносить покаяние, попросить у священника пятимию. Есть такой канон, покаянный канон жен загубивших младенцев, и, по-моему, Акафис такой есть, молиться и просить прощения. Но я вот тем нашим прихожанкам и встречающимся женщинам, которые в этом каются, я советую им приносить деятельное покаяние. И считаю, что деятельное покаяние — это помощь многодетным семьям. Те, кто, вопреки тяжести деторождения и воспитания детей, а это большая тяжесть, они все равно идут на этот подвиг и несут этот великий подвиг, и спасаются чедородием. И, несмотря на то, что апостол Павел говорит о том, что женщина спасается чедородием, я вам хочу сказать, что мужчина тоже спасается чедородием, если он жене помогает в воспитании детей, в домашних делах. Это тоже для мужа огромный и очень спасительный труд. Так вот, если вы когда-то отказались рожать ребенка, чтобы этот труд не нести по каким-то причинам, то сейчас, выполняя наставления святых отцов о том, что грех преодолевается противоположной добродетелю, послужите тем, кто идет по этой же дороге в другую сторону. Как это может быть на практике выражено? Вы можете подойти к настоятелю храма, прихода, в который вы ходите, и сказать, что, батюшка, есть ли какая-то многодетная семья? Я хочу помочь. И, допустим, пенсионерка, вышедшая на пенсию женщину, у которой еще есть силы, она раз в неделю приезжает в эту семью и помогает. Убирает кухню, готовит шестилитровую кастрюлю борща на 2 на 3 дня, делает зажарку, чистит картошку, заливает водой, отпускает маму с детьми погулять. Мама приходит с гуляния, обед готов. А потом после обеда отпускает ее поспать и читает детям книжку, или помогает с уроками, или что-то еще. И вот это служение, как деятельное покаяние в помощи тем, кто служит Бога где-то рождением и спасает свои души, оно привлечет чувство исцеления. Вы знаете, особенно удивительно, один раз я видел, как вот такая женщина в храме, которая 2 или 3 года ездила помогать многодетную семью, потом с этой семьей встретилась. Эта семья приехала, они очень далеко жили, поэтому они очень редко ездили в наш храм, хотя это наши прихожане. Вот эти дети увидели эту тетю, бросились ее обнимать и целовать со всех сторон, как родную бабушку. Она стоит, плачет от радости, потому что у нее внуков своих нету. У нее беда с сыновьями, и там внуков, скорее всего, и не будет. И для нее это такое утешение, такая радость, что вот вопреки тому, что она как-то это делала, она потрудилась, и по плоду узнается древо, говорит Господь. А плод — это любовь к ней. Поэтому, конечно, для нее это утешение очень большое. Ну, можно, если вы не можете помочь руками, может быть, вы можете помочь деньгами такой семье, может быть, вы можете прийти в дом малютки или что-то помочь детскому дому, там, где вообще лишены родительской ласки и внимания дети. Как-то усыновить не можете, но вот сейчас есть форма, когда такого ребенка принимают на субботу и воскресенье. Разные сейчас очень формы есть. Не можете стать для него матерью. Вы можете хотя бы немножечко отогреть его истосковавшуюся по любви родителей душу. Конечно, это не компенсирует предательство и подлость родителей, которые его когда-то бросили. Он так и будет житься этой болью. Но хоть немножко вы его научите, что бывают и бескорыстные отношения, бывают и просто любовь. И Господь за это движение вашего сердца будем надеяться, что отпустит вам и этот страшный грех аборта. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok